Электростатика. Основные понятия. Электростатикой называется раздел электродинамики, в котором рассматриваются свойства и взаимодействия неподвижных электрически заряженных тел или частиц. Основным понятием в электростатике является электрический заряд, величина, характеризующая свойства тел или частиц, вступать в электромагнитное взаимодействие. Электрические заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Разноименные заряды притягиваются. Одноименные отталкиваются. Наименьшими устойчивыми частицами, обладающими отрицательным положительным зарядом и входящими в состав любого вещества, являются электроны, протоны. Электрический заряд протона и электрона по абсолютному значению равен. Это элементарный заряд. Любое тело при электризации получает заряд, кратный элементарному, где n – число избыточных или недостающих электронов. В изолированных системах выполняется закон сохранения электрического заряда. Алгебраическая сумма зарядов остается постоянной. Закон Кулона Основным законом электростатики является закон Кулона, которому подчиняются взаимодействия между неподвижными точечными зарядами. Заряды являются точечными, если они распределяются на телах, размеры которых значительно меньше расстояния между ними. Закон Кулона также выполняется и для тел шарообразной формы, если заряды равномерно распределены по всему объему или поверхности. Пусть два неподвижных заряда Ку1 и Ку2 находятся на расстоянии R друг от друга. Силы F1,2 и F2,1, с которыми они действуют друг на друга на основании третьего закона Ньютона, равны по модулю. Величина этой силы по закону Кулона прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Сила F называется Кулоновской силой. Коэффициент К зависит от выбора системы единиц. В международной системе для точечных зарядов в вакууме, где эпсилон нулевое, электрическое постоянное вакуумо. В среде с диэлектрической проницаемостью эпсилон кулоновская сила уменьшается в эпсилон раз. Опыт показывает, что сила взаимодействия зарядов Ку1 и Ку2 не изменится при появлении третьего заряда Ку3. Силы взаимодействия F1,2 и F1,3 определяются законом Кулона, а результирующая сила F1 является геометрической суммой этих сил. Соответственно, сила F2 и сила F3, в этом проявляется принцип суперпозиции кулоновских сил. Электрическое поле. Запишем закон Кулона в следующем виде. Математически это ничего не изменяет, но с физической точки зрения можно сделать предположение. Заряд Ку1 создает в пространстве вокруг себя нечто, математически характеризующиеся величиной, и это нечто действует на заряд Ку2 силой F. Майкл Фарадей предложил назвать это нечто электрическим полем по величину, напряженность поля. Таким образом, взаимодействия между зарядами передаются не через пустоту, а опосредованно через материальный объект, электрическое поле. С учетом напряженности поля, закон Кулона можно представить в виде. Откуда напряженность поля можно определить как силовую характеристику поля. Направление вектора напряженности совпадает с направлением силы, действующей со стороны поля на положительный заряд. Линии напряженности поля Электрическое поле можно изобразить графически с помощью силовых линий или линии напряженности. Силовой линией поля называется воображаемая линия, касательная в каждой точке которой совпадает с направлением вектора напряженности поля в этой точке. Силовые линии электростатического поля начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных. По густоте линий можно судить об интенсивности поля в разных точках пространства. Поля точечных зарядов являются неоднородными. Напряженность различна в разных точках по величине и направлению. Поле двух равномерно заряженных пластин в пространстве между ними является однородным. Потенциал электростатического поля Предположим, что заряд Q под действием кулоновской силы F перемещается в однородном электростатическом поле из точки 1 в точку 2. Тогда поле совершает работу, так как перемещение S можно найти из разности расстояний D1 и D2, то, учитывая, что получим величина, характеризует состояние заряда в поле и является потенциальной энергией заряда в поле, тогда работа поля при перемещении заряда равна разности его потенциальных энергий. Отношение энергии заряда V в данной точке поля к величине самого заряда Q является энергетической характеристикой поля и называется потенциалом поля в данной точке. Тогда работу поля можно выразить через потенциалы или откуда разность потенциалов равна, то есть разность потенциалов между точками поля численно равна работе, которую совершают силы поля, перемещая единичный положительный заряд из одной точки в другую. Разность потенциалов также называют электрическим напряжением. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Между силовой характеристикой поля напряженностью и энергетической характеристикой разностью потенциалов существует взаимосвязь. Фи-1 и Фи-2 потенциалы точек 1 и 2. D расстояние между этими точками. Знак минус показывает, что вектор напряженности поля направлен в сторону убывания потенциала. Очевидно, что зависимость можно также представить в виде. Конденсаторы. Конденсатор является накопителем электрической энергии и в простейшем случае представляет собой два проводника обкладки площадью S, разделенных слоем диэлектрика толщиной D. Если на обкладках сосредоточен заряд Q, то между ними возникает разность потенциалов. Отношение называется электрической емкостью этих проводников. Электроемкость плоского конденсатора определяется его геометрическими размерами, площадью S и толщиной диэлектрика D, а также родом диэлектрика и рассчитывается по формуле. Заряженный конденсатор обладает энергией, параллельное соединение конденсаторов увеличивает их общую емкость. При последовательном соединении конденсаторов общая емкость уменьшается. Субтитры создавал DimaTorzok